В этом зале усиленно занимаются юные гимнасты. Самым младшим из них три года, а старший учится в начальных классах. Желание и усердие этим мальчишкам не занимать. Многие атлеты еще и разговаривают-то не совсем внятно, но уже разбираются в различных спортивных упражнениях. Я люблю делать шпагаты, еще мостики. Я больше всех люблю мостики, шпагаты, отзывания. Спортивная гимнастика – это отличный трамплин и старт для любого вида спорта. Здесь мальчиков развивают физически, учат быть ловкими, быстрыми и смышленными. После такой подготовки ребятам с легкостью покорится любой вид спорта. А те, кто решит посвятить себя исключительно гимнастике, войдут в венгушскую сборную, которая будет представлять республику на различных соревнованиях. Главное – есть потенциал. Есть, конечно, перспективы большие. Хорошие ребята есть, конечно. И родители с желанием ходят, и дети с желанием. Мы стараемся делать так, чтобы у них было больше мотивации, чтобы стремление было к чему-либо. Мы показываем видео и фотографии. И сами демонстрируем. Они должны видеть наглядно, что от них требуется. Тренировки, растяжки, ссадины и боли в мышцах – все, как у любых спортсменов, а порой усталость и даже слезы. Во дворце спорта гимнастикой могут заниматься не только мальчики. Девочки здесь занимаются художественной гимнастикой. Ленты, мячи, обручи – в этом зале предпочтение отдается изяществу и гибкости. Самым маленьким гимнасткам всего по 3-4 года, но отношение к спорту уже серьезное. Дарина Зязикова ходит на тренировки почти с самого открытия секции. В начале мне было иногда тяжело, но у меня потом все получилось, когда я много раз тренировалась. В школе ты рассказываешь одноклассникам, там, может, показываешь, что умнейшим? Ну, они просят показать на физкультуре шпагат, боковое равновесие, стойку, ну, много чего. Рыбия Бекова пока не пропустила ни одного занятия. Упорство и желание обладать идеальной осанкой выдвинули девочку в ряды лучших воспитанниц секции. Мне нравится сейчас сделать шпагат больше всего. У меня он получается лучше всех. Слой, детка. А вначале не было сложно? Нет. Мне, наоборот, интересно было. Не понравилось ходить сюда. Казалось бы, художественная гимнастика для региона – вид спорта новый, но всего за несколько месяцев набралось более двухсот воспитанниц. Мамы не мечтают, что их девочки будут блистать на Олимпиадах. Для них главное – прочный фундамент здоровья. В начальном этапе художественная гимнастика развивает все группы мышц. Мы даем упражнения, которые развивают гибкость, выносливость, укрепляют мышцы осанки, укрепляют мышцы ножек, у кого есть какие-то проблемы, например, плоскостопие. Опытные тренеры уверяют – стержень, заложенный на раннем этапе, каждая воспитанница и воспитанник пронесут через всю жизнь. Мария Местоева, Майрбек Мержоев, Новости 24.